А что он себе на руках этот звездочки дополнительные подрисунул? Всем привет! Сегодня вы посмотрите видео о том, как патрульная полиция города Краматорска остановила водителя за нарушение права дорожного движения, именно проезд под знак 3.21. В простонародье это кирпич. И у водителя на месте, как выявили они, не оказалось водительского удостоверения. Не то, что там человек забыл водительского удостоверения. У него и водительского удостоверения нет в принципе вообще. То есть человек не получал водительского удостоверения. То есть кировал транспортным засом без права на управление транспортным средством. Это раз. Второе, вот этот человек в форме похожий на полицейский, это наш славно известный, ну у меня не поворачивается язык сказать, пластиковый полицейский, это уже, я не знаю, там пластилиновый какой-то полицейский, который выявил у человека якобы признаки на наркотическое опьянение. И предложил человеку пройти огляд на стан с пьянения в медзакладе, у нас в городской наркологии. Я ехал мимо, увидел, так скажем, какое-то там движение, причем я пару раз проезжал до этого, я заметил о том, что они там долго стоят, какие-то люди вокруг, в принципе я догадался, что там скорее всего 130-й, подъехал поинтересоваться и собственно, что из этого вышло, вы дальше посмотрите. Сразу хочу вас предупредить о том, что я, скажем так, наверное, это тот редкий случай, когда я не занял сторону водителя, но в то же время я не занял сторону данного, скажем так, человека в форме похожего на полицейского, потому что то, что он вытворял на месте при оформлении, при розгляде справы, при оформлении постановлений, при оформлении протокола, честно, меня подвергло в шок. По данному инциденту мной была написана жалоба батальон патрульной полиции Краматорска, жалобу мою удовлетворили скаргу, полицейский притягнут до дисциплинарной ответственности, скрин прилагаю. Этот полицейский на протяжении двух последних месяцев уже у него второй залет и, в принципе, он, скажем так, в нашем поле зрения местных активистов под полем зрением нашим, да, четким, то есть мы следим за его деятельностью. Все видео, данный полицейский у меня светился уже на видео не раз, вы можете пройти, я все ссылки под видео оставлю в описании, посмотреть, последнее по нему видео выходило, это там, где он рассмотрел административное дело за 60 секунд. Это, если честно, меня убило, постанова сейчас скасовывается в суде, в качестве доказательств полицейский в постанове указал то, что водитель проехал под знак 3.1, это движение запрещено, водитель ехал под знак 2.1, уступи дорогу. Я кусочек видео вставлю сейчас, можете посмотреть, это говорит о том профессионализме этого пластикового полицейского, я не знаю, пластиковый, пластилиновый, я уже не знаю, как называть таких людей в форме на полицейскую, поэтому это мое сугубо личное мнение. Человек, водитель, ответственность понес, на него было вынесено постановление по статье 122, по статье 126 и составлен протокол по 130 статье. Зная все, так скажем, нюансы в плане огляду на стан ауконарк воспьянения, я могу с уверенностью сказать то, что я знаю эти все нюансы. На месте я спрашивал полицейского, читал ли он законодательство, и на представе чего он предлагает пройти огляд на наркос пьянини, не на месте, а проехать в больницу, в наркологию. Полицейский морозился, всячески уходил от ответов, дерзко себя вел в конце концов, общался там со мной некорректно, зашел в принципе и понес дисциплинарную ответственность, а также у него было нарушено настроение. Собственно все, дальше смотрим видео, все как всегда, с меня видео, с вас палец вверх, комментарий, репост, все, до новых встреч, всем пока. Поздно уже, на скарху заработал. Здрасте. Здрасте. Помощь надо какая-то? Не ворачься. А я вот только еду увидел. Что, выписали уже? Да, уже, свидетели опросили. Ну, свидетели попросили, а что трапилось? Не просили, а не ворачу. Короче, у меня крут на наркологию, я не отказываюсь, но, как бы, не хочу туда ехать. На месте хотел поездить. Підозра на что? На наркотики? На наркотики? Да. Дмитро. Батальон патронная полиция, официйная ответственность вас читает. Бланк заявы на скаргу за Кашкет на улице, без него. Вы принимаете службу мониторинга, а потом... Отказываешься? Я... Отказываешься? Я зараз занятый. Я уже... Заяву примешь? Зараз нет. Если вы зачитаете... Згідно закону о звернении громадян. Если вы зачитаете, я приму від вас заяву. Добрый, я зачитаю. Чекайте. Отказываться нельзя сразу. Я же не отказывался. Я вам сказал, я хочу прийти на месте. Так бы, на наркологию я не едусь, потому что я не хочу. Ага. И что? Ну, ничего, выписать 130-ю. 130-ю? А подстава? Ну, типа... Ведьмова, 2,5. Типа. Отказ? Ух ты, ничего себе. А кто на себя такую ответственность берет? Дима, не ты берешь на себя такую ответственность? Конечно же нет, да? Матальон по другой полиции магистрально был. Я понял. А ну, можно пройти. Дякую. Добрый день. Оформляйте. Ого. Ну, я зараз пишу документы, рапорт священ. Рапорт? А на шо рапорт? А шо? А? А шо? А вы рапортом будете доводить? А? Вы рапортом будете доводить? Нет, конечно. Так я ж спрошу. Ну, а шо рапорт? Я не, я не с вами спелкуюсь. Ты занят чем-то? Не, ну сейчас постанова же будет. Постанов? А? Постанова будете писать? Закройте. Постанова будет? Водиан, мы запинили. Не, я понял, что 130-й. Поставлю на зарядку. Поставлю на зарядку. Давно я вас не бачу. Вы рады встрече? Я, ну мне... Все одно. Дима он не рад, как всегда. Скаргу уже заработал. Вы даже не представляете, насколько мне все одно. Все одно. Ну, это доброе. Это, в целом, очень доброе. Метро. Мы же, а мы наоборот, завжди рады встрече с вами. Пояс на не отдавали какие-нибудь. А кто? Ты за рулем был? Ты за рулем был? Все, запасники некогда. Можете подержать. Вы почувствуете разницу, то, что у меня написано, чье посвечения. И побачите своему. Я свое бачила. И что там написано? Ты на протезе четырех родных. И что там написано? Что там написано? Ничего. Заснованный. Громадская организация. Громадская организация. Засмите. Засматривайте. Про Пивницкий 14-й, скажи, где? Что-что? Про Пивницкий 14-й, еще не Пивнятай. В смысле дело? Яка в Чернышке? Не помню. Забывайте себе. Розов не потрібен. Ну, как Розов не потрібен? Так кто будет оформлять? Кого? Ну, протокол. Ну, сейчас Дмитро будет. А святки где? Ну, я так понимаю, розгляд справы будет? Розгляд справы, что человек рука вся, без знака. Без знака. Попарковали? Да. А протокол? Если свидетели были уже? Да, раз, что инспекторы. Да, раз. Санкция подводится. А у вас где сидит на оскоржении постанового судя или в батальоне патронной полиции? Все зрозумево. Вспомним. Копию протоколу отрыва 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 и постанову по кратерному суду. Потребно зашекаться. Зараз я дополню все документы. Добеду вас и видам вам все документы. Я знаю. А ты протокол, чтобы свидетели? Или как ты? Батальон патронной полиции магистрально-2. Дима, ты 266-ю внимательно читал? Угу. Ты 266-ю внимательно читал? Не, подожди. Так ты посудового особо. Я занят. Ты заполняешь... Вызывай это следователя за порыскоржание. Выклукай. Так тебе ж надо. Выклукай. Ты ж занят. Я ж порыскоржаю. А? Я занят. Я что вы хотите постеповатись? Одно так зачекайте. Одно выпучите. Одно выпучите. Ты протокол не составил еще, а уже свидетелей опросил? Или как? Или как это работает? Я не понимаю, честно. Что? Я вам уже легко влию на ваше питание. Да, подпись уже заранее стоял. Я вам всегда влию на ваше питание. Слышишь. Так ты фальсификатор, короче. Так у тебя там подпись уже стоят? Батальон патронной полиции магистрально-2. Протокол, а что это за подписи? Батальон патронной полиции магистрально-2. Что за подписи в протоколе? Батальон, патрульная полиция, магистраль на 20. Вам все, видповедь, видповедь. Видповедь ваших сил на 20. А что ты закрываешь? Что я закрываю? Да ты, короче, это фальсификатор, я тебе так скажу. Я все вот так вважаю. Покажи бланк протокола. Я забавязан. Да у тебя там заполнено уже что-то. Я забавязан. В смысле, забавязан? Я забавязан. На кого ты будешь писать? Я забавязан. Иди сюда, попроси у него протокол показать. Он у него там уже заполнил. Я забавязан, ничего не я вас понимаю. Ему, да. Я узнаю, да, в Униях. Так ознаком. У тебя там уже протокол заполненный. Так, заполненный. В смысле, там написано уже что-то. Это ваше право. Там не дата, ничего, там уже подписи стоят. Так что вы так вважаете, это ваше право. Так ты покажи, да, я зафиксирую, что я ошибаюсь. Вам вид поведен, я фиксирую. Все еще уважаю вам это заповед. Да, чтоб ты показал протокол. Я вам вважаю. Что, что? Я вам вважаю. Ты фальсифицируешь протокол, у тебя там подпись уже стоят. Так что значит уважаю, у тебя там записано уже. Так ты покажи, покажи, что я ошибся. В смысле, зобовязанный. 9-го, 11-го статья закона нацполиции, зобовязанный. Так ты посудово-осудовый, ты фальсификуешь документ. Да у тебя там заполнено, что я уважаю? У тебя там подписи уже стоят. В смысле, я уважаю? У тебя там подписи стоят. Ой, ясно нет. Вы занимаетесь ерундой. Ты видел, у него там в протоколе уже подписи стоят? Ни даты, нет ничего. Ну посмотри. Да, какой зипсованный. О, да, 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 да. Вон, подпись видна. Нет, внизу. А я буду как следить. А что ты уже другой достаешь? Чистенький, да? Да, какой он записованный? Он его хотел заполнять. А вписывай, ты кого будешь? Куда? Я в шоке. Я в шоке. Дай зафиксировать номер у того протокола. Я буду писать скаргу. Пишите скаргу. Вам ведь надо дадут официально выписать. Человек испытания едет. Так мне скаргу написать номер протокола мне, покажи и все. Вам надо дадут официально выписать. Номер протокола мне, покажи. А потом подписи. У тебя там подписи уже стоят. Ты, короче, Дима, хочешь уже не скарги по дисциплинарке. Ты хочешь в ДБР ходить, да? Каждый день туда. Ты уже перешел на новый уровень. От фальсификации постанов уже в протоколе 130 фальсифицируешь. Ты 266 открывал? Что ты писать собрался? Дима. Что в 266 написано? О, глядь, проводится. И в постанове КМО 11.03. На месте? А? Это твое право. Может вообще ничего не подписываешь. Может пояснение нигде ничего не давать. Меня больше интересует, что там протокол уже заполненный, подписанный. Вот тут, что он закрыл, прикрыл. А водительская есть? Жесть. Короче, залетчики. Летчики-залетчики. Рассматривал. Я так понял, по 3.21 поехал лишь? Что, по 3.21? Под кирпич? А дело рассматривал? Да, да, да. Только что там что-то возле машины говорил. Ну, я так понял. А доказы показывал? Какие доказы? Вообще красавчик. Красавчик, Дима. А потом, что отменяют протоколы по 130-м? Что отменяют постановы? Да вы, блин, составить не можете. Ни постанова, ни протокол. Протокол. Я послужил только эти, зачитал права и все. А доказы? Где он дослеживал доказы? Не было девушки. Там мы за ней протоколы. Мы за постановой размовляем. Он дослеживал доказы? Это то, что человек рухался. Он ему права только зачитал. И, ну, тогда подошел и сказал, что он подгнал. А где дослежение доказов? Где пояснение? Значит, человек отменялся от доказов. А доказы где? Я не отменялся. Нет, я сидел рядом с ним. Смотрите, даже... Мы сейчас не про протокол размовляем. Мы за постановой, что человек рухался... Смотрите, даже если он отказался воспользоваться своими правами, он должен все равно дослежить доказы. Да это... Какие дослежения? Да хоть будь какие! Человек согласен, что он порушил правила дорожного... Так и что? Я на этом отменял постановление. Я раз чую, не пишите. Послушайте, вы... Ну, реально вы ошибаетесь. Смотрите, я вам сейчас могу дать пояснение, реально письменное, что я только что проехал оттуда. Вы на меня выпишите постанову, я вам серьезно, я ее отменю. Ну, добре. Есть постановление Верховного Суда Украины о том, что признание вины человека не освобождает вас, я к посуду вас... Послушайте, я вам скажу, я вам скажу, то, что он признался, это одно, но вас назвельняется в виде дослежения от избрания докази. Добре. Так а где он дослеживал? Он тут постоял, зачитал права, развернулся и ушел. Так мы с вами обманывались. Так я стоял, наблюдал. Так вы земной разговляли? Ну, этим фиксировал все и слышал, что тут он диктовал. Ну... Слушайте, ну давайте не обманывать. Я сейчас же опять напишу информационный запрос через него. А публикуй это все, как вы проводите розлиц права. Потом будет стыдно, что вы его покрываете. Это же фальсификатор. Смотрите, он дела рассматривает за 40 секунд. Ну, что вы мне будете рассказывать? Ну, я его не знаю или что? Я не знаю. Знаете вы... Ну, я по нему уже публиковал... Я по нему уже публиковал три видео, я знаю, как он дела рассматривает. Права зачитал, это в лучшем случае. Не доказавничен има. Он выписывает на почте за знак, выписал 3-1. Человек ехал с обратной стороны, он пишется под другой знак постановы. О чем вы мне будете говорить? Не можно так писать постановы. Да он это делает, я вам говорю. Ну, может, у вас... Да какой у вас судья сейчас я писал иск, сум? Может, у меня до моего напарника как-то... Да как-то мне вообще... У меня... Я вам... Послушайте, я вам всегда говорю, у меня личного нету вообще никому. Это доброе. Вообще никому. Если вы так считаете, вы ошибаетесь. Я... Я наоборот хочу, чтобы вы написали, если он нарушил, чтобы вы написали нормальное постановление, рассмотрели дело. А не то, что он сейчас пойдет до адвоката и все это скосует. Да ведь разглядав справа. Кого? За 60 секунд здесь зачитав права, а до слижения докази в Д. Я не... Я не запомнила саму, потому что там этот планшет разряжается. Ну это стыд. Ну это реально стыд. Сколько он уже служит? Ты что, вы рухались вниз? Так и что значит, какие доказы? Не из них. Куда вниз? Ну, по-другому. Елизавета. Ну вы сейчас серьезно. Елизавета. Ну какие доказы? Это же серьезно. Ну правда. Послушайте. Да ехал, он не ехал, это уже другое дело. Ехал, значит нарушил. Но это не освобождает вас от сбрания доказов. Если вы своя работа, у нас своя права. Да, да. Если вы не показали, а мы против. Если мой напарник не показал видео, значит води отмолився. Ты видишься так... Елизавета, Елизавета, вы ж путаете. Он не воспользовался своим правом по 268. Это его дело. Но это не освобождает его видоследжение доказов. Так он это не делал. Он тут простоял, пошел, все пишет. Ну у меня голос такой, командорский. Я вас чую. Он пишет постанову и протокол. Ну он не понял. А что он себе на руках этот звездочки дополнительные подрисовывал? Жесть. Я ж не проникаю. Давайте по 30-й статье Конституции меня привлечем про проникновение в личную собственность. О, навещо. Это уже цирк будет. Этот кричит, я заважаю. Я говорю, если я вам препятствую, вызывайте следственную оперативную. Давайте там... Так она... Наши он вон фальсификует. Протокол. Постанову. Как он может фальсификатор протокол? Я все... Елизавета, где было рассмотрение дела? Послушайте, я их не знаю. Нарушил, пусть ответит. Так рассмотрите дело по-нормальному. Да ничего он не разглядал. Он тут статьи зачитал, да и все. Елизавета, я вам серьезно говорю, будет стыдно. Вот будет... Да вам! Чому он не будет стыдно? Ну то, что вы за него впрягаетесь, а он дело не рассмотрел. Подождите, это мой напарник. Я с ним провожу изменения. Чего я за него впрягаю? Полицейский не рассмотрел дело. Он просто зачитал права и все. Где дослежение доказов? Где сбор доказов? Оценка доказов? Когда он рассмотрел дело, я с вами общалась, но я слышала, что он рассмотрел... Где доказы были зафиксированы? Где? На чем? На який пристрей? Ну, как это? Ну, на який пристрей? На телефон, на бодикамеру, на что? На службовый регистратор. Службовый регистратор, ладно. Это окременное вопрос про регистратор. Вы даже этого не скачали, ни видео, ничего не дослеживали. Все есть. Оно-то есть. Где он дослеживал? Доказы? Можливо, дослеживали. Я же говорю, я с вами спортировалась. Я не могу думать все за одночасно. Фу. Это жесть. Елизавета. Ну, вот реально стыдно. Ну, вот мне просто за вас стыдно. Ну, вы, блин, вы служите, вы служите по три, по четыре года. Сколько он уже три года на службе? Он дело не умеет рассматривать. Да что он не умеет? Да не умеет. Сколько было разглянуто справ, сколько выиграно справа судей? Я вам скажу, я на днях получу решение по суда, по его постановлению. Я вам говорю, он это стыдобник. Он не умеет ни делать, ничего рассмотреть. Я так не уважаю, что он стыдобник. Это мой напарник. Ну, так и что теперь? Ну, что? То есть, если он ваш напарник, он не умеет косячить? Или как? Как это вообще работает? Ну, так он дело не рассмотрел, выписывают постановление. А вы говорите, как? Не кричите, будь ласка, на меня. Разгляну он справа. Вы сами бачили, что я не разглядаю справа. Я бачил, вы что, что он теперь права зачитал. Все, а где доследжение доказит? Елизавета, ну, вы же понимаете, как это работает? Ну, розвит справа. Я где, я где, подготовка до розвитов справа, оценка доказательств, избирание доказательств, где это все? Вы приехали, уже настолько занадто поздно, когда мы уже тут... Я слышал, стоял, как он права зачитывал. Я не поздно приехал. Он ему стоял, зачитывал по постановлению права, а потом пошел, стал выписывать. Ну, о чем вы говорите? Он сейчас трешки зарядится планшет, вынесется постанова. Так, я не против, но она будет скасована. Ну, на что это... Елизавета, вы просто в пустую работаете. Так вы в пустую работаете. Он пишет постановление, люди, которые знают, их потом отменяют. Вы пустая работа. Елизавета, я чую, я знаю, что это его право и мое право. Я вам скажу, что вы, порушники, за сдвиги, освобождаете от ответственности, потому что вы дело не умеете рассмотреть. Вы дело не можете рассмотреть. Послушайте, привлеките, нарушил привлеките, только нормально рассмотрите дело. Привлекайте по 126-й, я не против, но рассмотрите дело нормально. А кто будет его по 126-й привлекать? В смысле, кто? Наркотическое объединение, понимаете? Нет, там разные статьи, это не годится. Мы сейчас спелкунулись за постановление, за протокол. Я в шоке. Я в шоке. У тебя нету водительского или вообще-вообще нету водительского? Вообще-вообще. Ты знаешь, сколько там штраф? Сколько? 3-400. Я в шоке. И вы скажете, что мы якось... Так он пойдет в суд, наймет адвоката, и это бьет эту постанову. Это то, что он взагал не имеет посвящения водительства, и керует транспортным засадом? Так а где рассмотрение по 126-й было? Вы знаете, как рассмотреть 2-2 нарушения? Одной посудовой особой разъедаются 2 справа и по 3-4-й или какой? Объеднуются и выносятся по найтящей. Так а где это было все? Так я вот рядом стоял, не было ничего. Права зачитал и пошел выписал. Ой, Елизавета, вообще все печаль. Вообще все печаль. Да ну вас. Ну вас. Ну вот я завтра опять иду к мамушу. Завтра опять я буду за него говорить. Потому что он эта дура, не может рассмотреть дело. Нафиг вы... Нафиг? Да не нафиг, Елизавета. Это мое оценочное осуждение. Он же эта дура, не может рассмотреть дело. Я ваши слова повторю. Я нафиг не говорил, Елизавета. Я сказал дура. Нафиг? Ну потому что это мое оценочное осуждение. Человек не может 3 года на службе рассмотреть дело и привлечь порушника до відповідальности. Знаете, что цей инспектор может разглядать справу? Я разглядаю справу, я вам больше. За 60 секунд, я знаю. Я не засекала, за 10 секунд разглядаю. Есть 3 видео на канале про него, как он дело рассматривает. В 60 секунд вкладывается, что вы мне будете рассказывать? Я, на жаль, не дивлюсь ваш канал та ваше видео. У меня записи с бодикамер его напарника, он такой же, брызговик который. Я не... 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 Не розумею, о ком... Игорь который, Дугар. А, цего... Тут вообще в 40 секунд вкладывается. Ну, значит майстерность. Это ж два скорострела. А че майстерность такая? Да ну какая майстерность? Чего вы кричите его шею? Елизавета, он дела рассматривает, постановы эти потом скасовываются, вы делаете в пустую, сделаете все по уму. Я не досліджую каждую постанову цих инфектов, але я не могу сказать, что каждая из них скасовывается. Дима, а зачем ты себе звезды на рукаве понарисовывал? То... то не... то... То вы? А кто? Ну вы ездите с этой стороны, вы ему звезды понарисовывали или шо? Нет. Ребенок нарисовал, ребенок. Ребенок? Да. На вызове. Ребенок... девчина была? Елизавета была? Нет, нет. Нет. Елизавета, я честно говорю, мне все равно, ребята. Вот честно. Я их не знаю. Честно говорю, мне все равно. Но я бы на их месте пошел бы на него адвоката и отменил бы это все. Десять дней... Десять дней?! Ну а вот Елизавета, делайте свою работу качественно. Делайте ее просто качественно и все. Не оставляйте возможность уходить по ружникам... Вот просто без прав. но он может уйти от ответственности благодаря ему а в смысле на вважаю ты розлиц права он пошел заполнил постанову до розлиц права зачитал права и все да он протокол заполнен уже частично заполняет вы видели что там протокол подписано уже лежит жесть я вшать некрасиво они все добру ладно давайте так давайте так покажите мне бланк у тот что я говорю протокол если там не будет ни подписи ничего я извинюсь я скажу я не просто вот тот что там подкова ты запрятанный протокол вот там вот ниже чувствуете да разницу я вам скажу я извинюсь я извинюсь если я не прав а вы а вы виляете потому что знаете что там подписи уже стоят елизавета по 266 статей купопа где огляд проводится а ну скажи ну скажи просто д на месте або в наркологии я не знаю а я а я а я а я повинні Это ты так прописал? И докурился, что ему дали под жопу. Понимаете? Выгнали, я вам клянусь. Его выгнали. Дима, что там за протокол подписан? Что ты хочешь? Да не ты, а вы, Дима. Я говорю, что там за протокол? Ты хочешь посмотреть? Да, я хочу посмотреть. Нет, другой. Там, где подписи. Да что значит свободен, слышишь? Ты немного себя позволяешь. Свободен. Протокол какой пустой подписанный? Свободен. Будет я свободен? Ничего себе. Ты понял, да, как он базарит? У него протокол подписанный, заполненный. Нету ни даты, ничего, подписи какие-то стоят. Я говорю, что за протокол? Он говорит, свободен. Я тебе говорю, он хочет в тюрьму, но он этого добьется. Он начинает с малого, блин. Тоже фальсифицирует постановление. Он закончит плохо. Свободен. И Елизавета тоже. Он говорит, я ничего не знаю, он мой напарник. Так и что теперь, если он дура, блин, твой напарник? Да, ну это мое оценочное суждение. Все, да я не кричу. Да какая человек? Так потому что он не может довести свою работу нормально. Рассмотрел, вынес и все. Ну он пошел, права зачитал, усел, заполнил. И протокол. Что за протокол подписанный? Это ваше мнение. А то ваше. Я же потом возьму записи с бодикамер. Не порежу ничего. Я публикую, как оно есть. И посмотрим, кто дурак. Это будет опять стыдобак. И протоколы подписаны. Что это за бумага? Тебе показал? Что это за протокол? Нет, там есть подпись. Нет, я видел. Нет, я не спорю. Другой, не другой. Он пустой. Не даты, ничего нет. Он подписанный уже какой-то лежит. И он его хотел заполнять. Когда я увидел, подошел. Он тогда его запрятал. Он садился его заполнять. Слушай, ну я ж не какой-то там молоко. Ну, я ж знаю, что я говорю. Давай по новой, Миша. Все в хуйня. Миша. 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 До этого были свидетели? А до этого были? Они расписались и ушли. А потом он сел и начал заполнять. Самой процедуры дубль три будет, че нет? Я не понимаю, че нет. Я понял. Я думаю, процедура заключается в том, что как вы определили, что человек находится в наркотическом опеке. Тут беда намного ширше. Вы уже не первые, которые поятаться. Ради Бога. Я не могу одновременно его видеть. Когда у туалитета, когда выникает беда, потому что он находится в стане наркотического полководного стрянина, то есть несколько знаков, которые можно понять, что он находится в наркотическом опеке. На месте зупинки Тракста Примизацева, гражданину, пану водилю, пропонируется пройти осведование. Первое. Если это в алкоголе на месте зупинки за допомогою алкотестра Драгер, можно поехать в наркологию Краматорськ, або он может отказаться. Драгер. Если это в наркотическом опеке, то есть подозра, что водитель находится в доме? Або пропонируется ехать? Я понял. Я сам, как водитель, хочу от вас спросить. Вот я сейчас сяду за руль в машину. Как вы определите, в себе я или не в себе, скажем так? Есть несколько знаков. Это же знаки, по-моему, я тоже вам враги не записываюсь, но, по-моему, эти знаки решают врач или не врач. Нет, полицейские. Висновок дает лекарь. Если вы себе... Полицейский вышел в бачае. Вы можете пройти огляд. Если там ничего не будет... Он же... Полицейский не ставит ни диагноз, ничего, ни заключение. Он выше в бачае, выше направление. Я вам говорю, я за нарушителей не заступаюсь. Мне вообще плевать. Поймали. Отказ, отказ. Нету доков. Лети на три с половиной, мне честно по барабанту. Но давать повод из-за тупости полицейского отменять постановление, на моем взгляд, это пустая трата времени. Это мое личное мнение, я в этом убежден. Нашли в море. В месной к tattoo. Наи меня breathing. Чисто по барабанам. Нашли в море. Станин. Может быть. Нашли. Нашли на море. В месной. Продолжение следует...